Я очень рад за такую возможность. Хотел бы, Павел сказал, что по 3 минуты можно от всех присутствующих здесь. Так вот, моя семья представлена в 6 человеках, поэтому 3 на 6, 18 минут мне можно, да? Я прошу всю мою семью встать. Моя жена, Марк, Лиза, Маша, Света, Женя и еще двоих, у нас сегодня здесь нет детей. Я бы хотел немножко рассказать о своей жизни, видим небольшую презентацию. Я думаю, что это займет всего 5-6 минут. Ну вот, духовное мое становление, вот на этой фотографии, я вот здесь с букетом цветов запечатлен. Моим наставником была сестра Лида Бондарь. И я хочу сказать, что первое осознанное покаяние в моей жизни, оно было именно в лагере. Я помню, когда Павел Тимофеевич провел с нами беседу о пришествии Христа, это была вечерняя молитва, и я после этой беседы не мог уснуть, и я помню ночью уже все легли спать, был отбой. Я разбудил Павла Тимофеевича и говорю, Иисус стучит в мое сердце, я хочу покаяться. Это была осознанная молитва покаяния, это было мое начало правильных отношений с Господом. Это был первый опыт личных отношений с Богом. И я благодарен, что мы там в этом лагере встретились с Иисусом Христом. И вот с тех пор, хотя были разные еще зигзаги в жизни, но все-таки движение было ко Христу и со Христом. Следующий очень важный этап в моей жизни, это в 81-м году, я еще не был членом церкви и не планировал связывать свою судьбу с церковью. Я поступил в художественное училище на живописно-педагогическое отделение, мне было 16 лет, ко мне приехал работник КГБ, требовал какие-то сведения получить о молодежи нашей Кишиневской церкви. Я отказался с ним общаться и через три месяца я был в списке изгнанных из училища, исключенных якобы по причине неуспеваемости. Это уже было страдание за Христа, но я еще не думал связывать свою жизнь со Христом и церковью. Мне было всего тогда 16 лет, 15 лет. И я помню, нам папа говорил так, дети, как служители Совета Церквей каждый из вас будет на особом контроле. Запомните, что рано или поздно к вам придут или в военкомате вам назначат встречу, или в парке, или в сквере. И бойтесь того, чтобы эту первую встречу с этими органами хранить втайне. Вы должны первую фразу успеть сказать при этой личной встрече о том, что сегодня же церковный совет будет знать о нашей встрече. Сегодня же я об этом расскажу пресвитеру церкви. И второй раз они к вам не придут. И вы знаете, когда меня завуч вызвал в коридор, и там стоял мужчина лет 30 в черном плаще, с черным чемоданом, дипломатом, я понял, что мой экзамен наступил. И в результате того, что я в этот же день рассказал пресвитеру об этой встрече, меня через три месяца изгнали из училища. Потом, уже в 82-м году мы вместе с Павлом приняли крещение. В Кишиневской церкви были трудные времена. Дом молитвы был бульдозером разрушен. Это последнее собрание на развалинах дома молитвы в Кишиневе. В 85-м году у нас наступило после 12 лет разлук и тюрем отца долгожданная встреча с папой. Это был декабрь 85-го года. Затем началось служение, служение в церкви, служение в отделе информации. Помню, я ездил на все встречи узников. Помню, когда у Алексея Тимофеевича Козарезова я взял интервью на 25 кассетах по 90 минут. Это эксклюзивное интервью, которое он мне дал, оно по сей день в моем архиве, о всей своей жизни он мне рассказал. Помню, Павел Тимофеевич мне рассказал интервью, дал интервью на 15 кассетах по 90 минут, о всей своей жизни. Это была особая страница моей жизни, когда пришлось изучать географию всей страны по встречам с узниками. Потом началось служение Благовестия. В Кишиневской церкви мы посещали все библиотеки, их было 76. Мы посещали еженедельно университет Кишиневский с Благовестием, где проводили лекции и беседы со студентами и преподавателями о Господе. И помню, как бы триумфом нашего Благовестия было то, что еще был Советский Союз, еще было КГБ, еще был ЦК КПСС, еще Горбачев сидел в кресле генсека, но нам разрешили раздать Библию всем депутатам Верховного Совета Молдавской ССР. И мы привезли 600 Библий, Михаил Иванович 10 минут выступал на этой трибуне, и всем депутатам Советского Парламента в Молдавии подарили Библию на молдавском и на русском языке. Это было тоже победой Евангелия, для слова Божьего не было уз. Следующая страница моей жизни – это служение с молодежью. Вот 20 лет, три года тому назад, исполнилась моя работа с молодежью, которая началась в Московской церкви с 91-го года. С 94-го, когда я приехал в Москву, поступил на факультет журналистики, закончил его, и у меня открылась такая возможность в результате окончания факультета журналистики доступа ко всем архивам. В то время была комиссия по рассекречиванию документов, и появилась возможность работать в течение 10 лет в архивах и Москвы, и СНГ, и дальнего зарубежья, изучая историю нашего движения, историю церкви. Мы профессионально работали, у меня была группа помощников, мы тонны документов извлекли с грифом «секретно», «совершенно секретно», «хранить конспиративно», наравне с шифром, изучая историю нашего движения. Это в данном случае мы добрались до Бирмингемского университета, где лежал, и по сей день находится архив Пашкова, до Кэстон-института, где находится весь архив нашего движения, и это было тоже прекрасное время моего служения. В 2006 году Геннадий Константинович в нашем братстве организовал историко-аналитический отдел, руководил этим отделом Михаил Иванович, и это служение, оно продолжается по сегодняшний день. Это тоже было благословенное время, когда мы смогли и успели написать целый ряд стратегически важных материалов, аналитических, исторических документов, которые сегодня вошли в оборот, и их изучают историки, их цитируют многие источники. Мы успели провести некоторые конференции и издать на сегодняшний день около 30 дисков, которые сегодня сохраняют историческое или духовное наследие наших отцов, нашего братства. Семья. В 1991 году Господь мне послал богобоязненную жену Наталью Куречкову. Они жили в Москве, были членами Московской церкви. Брак у нас был в Кишиневе, и Господь благословил после бракосочетания. Через месяц мы переехали в Москву. По сей день, 23 года я уже живу в Москве, Господь нам послал семерых детей, четверых сыновей и трех дочерей. Несколько слов о каждом из них. Сын Ваня, юрист, работает в арбитражном суде города Москвы, 22 года. Мы молимся о его покаянии, к сожалению, он еще свою судьбу не связал с Господом. Дочь Мария, член церкви, педагог, заканчивает в этом году педагогическое училище, будет учителем начальной школы, преподавателем английского языка. Сын Женя, Евгений, он здесь с нами. Марк, член церкви, проповедник нашей церкви. Лиза и Света, ей 6 лет. И у нас есть седьмой мальчик, Саша, ему 15 лет. Он не ходит, он не разговаривает, он не имеет навыков самообслуживания. Он родился с диагнозом детский церебральный паралич. И это тоже и трудность, и благословение нашей семьи, потому что через эти страдания, через эти трудности мы много не познали бы в жизни и много бы не узнали. Господь дал нам этого сына, имея свой особый божественный промысел. Моя жена Наталья, 25 лет, несет регенское служение в Московской церкви. Я хочу сказать, что Наталья моя регент в четвертом поколении. Константин Павлович Крючков был регентом Красновородского движения в 20-х годах прошлого столетия. Валентина Константиновна тоже была отчасти регентом в Дедовской церкви. Александр Михайлович всю жизнь занимался музыкально-певческим служением. Ну и Наташа в четвертом поколении усвоила это во славу Богу служение, которое совершает по сей день. Это крещение моей дочери Маши, Марии. Господь нас благословил. Крещение моего сына Марка. Как раз в день, в год похорон моего папы. Спустя несколько месяцев Марк решил заключить завет с Богом. Это особая радость для нашей семьи. И в 2012 году в Москве организовалась еще одна царицинская церковь, в которой мы несем сегодня служение. Эта церковь находится на юге Москвы. И я всех вас приглашаю в это воскресенье к нам на богослужение. У нас будет в это воскресенье в 14 часов юбилей 50 лет Совета Ростников-Узников. И я бы очень хотел, чтобы вы все были на этом юбилее, на этом празднике. Особенно Галина Юрьевна, чтобы могла поделиться своим служением. Алексей Тимофеевич о служении. Тет Шуры. И все вы. Это для нас... Я бы очень хотел, чтобы вы вошли в нашу радость и в наш праздник. И это будет для нас окончанием, знаете, полнотой радости нашего сегодняшнего общения. Это служение моих детей, моей семьи в служении. Марк проповедует в церкви. Машенька занимается детской работой в церкви. Оркестры, хор и так далее. Ну вот так, вкратце, как нас Господь благословил. Теперь еще очень важная веха была в нашей семье. Это в 11-м году. У наших родителей была золотая свадьба. Папа в этом 11-м году отпраздновал три важные даты. Это юбилей семейной жизни 50 лет. Юбилей братства 50 лет. И третий какой там еще юбилей был? Еще 80 лет ему как раз исполнилось. И спустя буквально год после этой золотой свадьбы нашего папы не стало. Господь позвал его к себе. Это могила. И в этом году Господь у нас позвал к себе еще двух моих родителей. Александра Михайловича Крючкова и Светлану Николаевну. Александр Михайлович ушел к Господу в январе этого года. А Светлана Николаевна три месяца спустя. Буквально на Пасху мы ее похоронили. Не стало сладкого певца Московской церкви. А это слова, которые мы написали на памятнике нашего отца. Верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь вечную. Именно эти слова написал мой дедушка из лагеря. Город Тавда, Свердловская область. Незадолго до своей смерти. В 39-м году, когда он умирал в лагере. Он позвал заключенных и сказал о том, что напишите под мою диктовку, а я подпишу это письмо. Я написал такие слова. Милая моя Груничка, если ты услышишь, что я умер, то не верь этому. Потому что верующие не умирают, а переходят от смерти в жизнь твой Ваня. И она получила это письмо в Ленинграде накануне блокады. И это единственный трофей, который она вынесла из блокадного Ленинграда. Она поняла, что ее муж прощается с ней. И вот эти слова мы решили написать на памятнике нашего отца. Ну, это все вкратце. Ну, а если воспоминанием хотел поделиться в отношении лесной церкви, это самое яркое воспоминание мое состоит в том, что я очень не хотел учить золотые стихи. И противился этому. И мне вот это очень сильно не нравилось, то, что заставляют учить стихи. Если кто-то выучит стихи, пойдет купаться. И я сильно противился. И Павел Тимофеевич меня готовил, ну, тогда отлучения не было, а сажали на бревно для прокаженных. У нас было бревно для прокаженных. И он мой вопрос готовил к членскому собранию лесной церкви, чтобы меня оформить решением лесной церкви на бревно для прокаженных. Раз ты не хочешь учить стихи. И я помню тогда, Володя Рытиков сказал на членском собрании, отдайте мне его на мое попечение. Я постараюсь неделю над ним поработать. Если у меня не получится, я вместе с ним сяду на бревно для прокаженных. И Володя, и я старался уже учить стихи ради Володи, чтобы его не посадили на бревно для прокаженных. И он был моим таким заступником, истинным пастырем, который заступился за меня. Ты не помнишь, Володя, этого? Помнишь? Это для меня было очень яркое событие, что Володя так вот за меня заступился в тот трудный момент в моей жизни. Володя уже тогда проявил истинные такие, знаете, качества настоящего пастыря и служителя, за что я ему очень благодарен. Кто еще? Друзья, поднимайте руку. Кто был в 77-м? Павел, пожалуйста. Я Павел Рытиков. У меня семья, семеро детей. Моя жена Татьяна. Вот она, посмотрите, она хорошая у меня очень. Семеро детей. У нас две дочки и пять мальчиков. Это что семья? Живу в Сакраменто, штат Калифорния. 16 лет. Теперь немножко лагеря. Значит, я в это время уже проезжал в 76-й, 77-й год. Уже в качестве как старший. Я проезжал на мотоцикле. Вот, кстати, вот этот мотоцикл там уже мы увидели. Вот. И значит, я хочу просто вспомнить один эпизод из этого лагеря. Однажды я приехал, и там было такое, по звуку сигнал, в общем, сигнал, и все должны за стол. И кто, если не приходит за стол, тот будет наказанный. То есть, тот базок, или как его называли еще, вот этот, там, сажали, как на бревно, там, вроде так. И однажды мы играли в волейбол. Вот я не могу вспомнить, у меня трое мальчиков было там. Вот. И мы играли в волейбол. И был, значит, сигнал, чтобы шли за стол кушать. Все уже побежали сразу по сигналу, а я с ними играю в волейбол. Ну, не думает Павлик старший, значит, можно с ним играть в волейбол. И я с ними играю в волейбол. И я прихожу, и мы вместе идем, значит, нас четверо, трое, мальчиков и я. Мы вместе идем, чтобы нас кормили. Там уже помолились и кушают. Говорит, Павлик, ты можешь садиться? По-моему, Люба тоже там была тогда. Павлик, ты можешь садиться, а мальчики будут наказаны. И отправили их. Говорит, идите пока в палатку посидите. Вот. А я сел. Думаю, как же так? Они наказаны, а я вместе с ними был. Я нет. Я пойду к ним. Я кушать не буду. Я сказал старшим, я кушать не буду. Я пошел к мальчикам. Я захожу в палатку, они очень расстроены и всех ругают. Что, мол, нам не дают кушать. Я захожу в палатку, говорю, вот я не помню, кто это трое было. И я говорю, знаете, ты был, да? Вот один нашелся. Патурин, наверное. Павлик Хорев. И мы, значит, вот уже, видите, находятся люди. Я думаю, кто же эти были трое? И я говорю, я, не, а вы, ты иди кушай, иди кушай. Не. Я говорю, нет. Я виноватый. Они, как, ты виноватый? Ты же старший. Я говорю, нет. Я вместе с вами должен был пойти, но мы нарушили все правила в лагере. Вот. Поэтому мы должны понести это наказание. Они так смотрят на меня. Я говорю, надо нам покаяться пред Господом, что мы нарушили этот правиль. И мы стали молиться Господу, чтобы Господь простил нам за то, что мы это сам, нарушили наказание. И потом мы были, ну, и побеседовали. Потом я пошел, говорю, мальчики уже покаялись, и я вместе с ними, вот, если можете, дайте нам покушать. Они говорят, хорошо. Раз это покаяние, вот так. И мы пошли. Да, Павлик? Да. Любовь и парад получался. Ну, вот это, что я мог вспомнить. В отношении жизни мы живем, значит, после всего, конечно, вот это, все эти лагеря. Вот Люба Бородина здесь есть. Это она из самых первых, первых, которых спал Тимофеевича. Она уже в тех лагерях и не была, но от тех, которые начинала это служение. Но потом, может, завтра все уже объяснит, наверное, больше будет время к этому. Вот. Значит, служение. Жили мы в Луганске. Значит, участие в мое служение заключалось в благовестии. Я ездил, у меня машина была, сначала мотоцикл, потом машина была. Ездили по селам, проповедовали. Потом ездили в Краснодон ездили. И там Витя Самохин и я, Татьяна, организовывали. Ну, как сказать, братья и сестры, знаете, я когда вот это говорю, я боюсь, что я и мы, это плохие слова. Именно Господь побудил, и мы ездили, и Господь это сделал. Оркестр и хором. Это то, что мы занимались. Это буквально 70 был перед моим. 77-й год примерно, наверное, перед тем, как я в армию идти. Или 76-й. Вот. Потом мы переехали уже в Соединенные Штаты. Вот. И там, значит, Бог тоже, так, через нашу жизнь и через это даровал нам возможность участвовать. Организовалась церковь, одна и другая, которая организовалась. Это еврейская мессианская община, в которой я являюсь, как бы, у меня двойное членство. Все удивляются, как это двойное членство, потому что и там, и там от начала. И так случилось, и я и там, и там тружусь. И среди евреев, и среди баптистской церкви. Ну, достаточно, я думаю. Ну, я Люба Донченко. Была сейчас и Люба Ухина. Меня муж отпустил на эту встречу. Сам он не смог приехать. Я очень была и сейчас очень благодарна Господу, что в этом лагере я по милости Господа была. В этих лагерях, ну, два года подряд я была. Для меня это тоже было, ну, просто я увидела, насколько Господь добр ко мне, что Он явил мне такую милость. Не все могли быть в таких лагерях. Впечатлений у меня тоже очень много. А я членом церкви с 14 лет. В 14 лет я приняла крещение. И где-то, может быть, в лет 17 я начала заниматься с детьми. И вот только осенью я выпустила еще последнюю группу подростков в нашей церкви. Они все члены церкви, кроме двоих, ну, двое, которые еще не члены церкви, они тоже готовятся принять крещение, посвятить свою жизнь Господу. Ну, впечатлений у меня о лагере очень много. И очень много, я вспоминаю, сколько много милости Господь явил. Потому что мы были по два месяца в лесу одни, и Господь хранил. Иногда мы просыпались ночью и слышали где-то не очень далеко такие душераздирающие крики. И мы понимали, что только... мы молились и понимали, что только Господь мог сохранить нас столько времени. Вспоминаю я молитвы детей, когда стояли вечером на молитве, и особенно вот Павлик... Нет, не Павлик, а Витя Крючков. Да? Витя, молодший. Витя, да? Да. Так он молился. Господи, вот днем мы бегаем, прыгаем, кричим. Мы забываем, что мы здесь в лесу. Нам очень весело. А теперь, когда наступает ночь, мы очень, очень боимся. Сохрани нас, пожалуйста, от бандитов, которые ходят с холодным оружием и с ножами. А потом еще, Господи, Ты знаешь нашу камеру хранения, а из веток, из веток сухих сделали такую небольшую комнатку, и там сложили вещи, камера хранения. А потом еще, пожалуйста, сохрани наши вещи в камере хранения, и слепи бандитам глаза, чтобы не украли наши вещи. А потом еще, Господи, Ты видишь, как комарики кусаются. Помоги, чтобы они не так сильно кусались. Ну, чтобы совсем не кусались. Ну, такие интересные молитвы. Это чуть-чуть. Молитвы вечерние, если Вы помните, друзья, они начинались таким дружным хором. Человек 10 начинало молиться. Потом по одному люди прекращали, прекращали. И потом два продолжают молиться. Кто кому уступит, помните, да? И вот в конце концов кто-то один побеждал. Представляете, такое было движение. Вот, по-моему, Паша, брат Сташкента, да, любил так вот побороться. Да, когда было уже темно, и дети понимали, что мы в лесу, и всего лишь только там 4-5 воспитателей. Из них только, подчас был только один Павел Тимофеевич и братья, остальные сестры. Вот, было, конечно, уже несколько другое настроение. И вот там мы как раз учили это восьмой псалом. Я помню, Господи Божий наш, как величественное имя Твое по всей земле. Помню там стих. «Когда я взираю на небеса, делаю твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его». Люба, по-моему, Доченко очень любила этот псалом, да? Да, хороший, очень поэтичный. Слава Господу. Друзья, кто еще у нас в 77-й год? Вообще вся семья Рытиковых, она служила в лагере. И, по-моему, сегодня Даник, хотя он, говорят, в том году ему исполнилось только один год. Но он тоже... Я не знаю, вот мое воспоминание, когда мы приезжали на Краснодон, улица Подгорный, дом 30, да? Вот, мне очень нравились помидоры. Вот у меня жена тоже сажает помидоры у нас в свой дом, но они не вызревают. Она там и накрывает какими-то, там, я не знаю, вот и полиэтиленом, и какими-то еще этими... Как они называются-то? А, бантами? Агроволокнами. А, волокнами, волокнами какими-то. Но такой запах, который был в Подгорный 30, такие вот крупные помидоры. Вот, и когда нам еще вот голодные... Вечно голодные дети, подростки, знаете, да? И вот Галина Юрьевна, не жалея, для нас, для детей, вот самый лучший отдавала, вот этот у меня запах, аромат этих свежих помидоров до сих пор стоит. Большое спасибо вам, Галина Юрьевна. Я еще в те годы, я был еще ребенком, мы тоже были в лагерях детских и были в Горячем Глюче, я помню. Это Краснодарский край, и там в лесу очень много шакалов водится. И помню, мы ночью, так, днем заготовляли хвороста побольше, в гору, а ночью по очереди дежурили возле костра, чтобы костер горел хорошо, потому что шакалы боятся огня. И вот помню, я дежурил где-то часа в три ночи, и еще несколько человек, подростков было, и кто-то из взрослых. И очень сильно завыли шакалы, такой вой, и вокруг смотрим, глаза горят вокруг лагеря, такие от огня сверкают, и мы больше дров туда кидаем, в хвороста. Чем больше огонь, они отступают, как костер немножко притухает, они ближе к лагерю подходят. Такое впечатление. Мы молились, и так побольше дров кидали, чтобы горел огонь. И помню, когда лагерь был, там где-то на канале мы купались, и одна девочка, смотрим, кричат все, плывет, и уже так вниз головой нахлебалась воды, и стала уже тонуть. Но она плыла так по воде, и Миша Горянин с кольцами бросился в воду, в этот канал, вот больной, и достал ее за волосы, вытащил, а она уже никакая лежит. А там отдыхали на берегу врачи. И вот врач один взял ее так на руку и откачал ее, она уже не дышала, эта девочка, переживаний много было. Она уже начала синеть, откачал ее, и потом через несколько минут сидит на берегу. И вот, я Рытиков Владимир, живу в Краснодоне сегодня, по сегодняшний день, моя жена здесь и двое дочерей. И сыновья хотели приехать, но не получилось. Три сына, три дочери Господь нам подарил, шестеро деток, семеро внуков уже. Служение совершаю с девяностого года, при Светерской, в Краснодонской церкви. Луганский, когда жил, учился на курсах в регенту в семьдесят восьмом году. Со мной, со мной вместе. Вместе с братом Павлом, брат Петя Храпов там учился с нами, ну и много-много друзей со всей страны. В семьдесят восьмом году, да? Учились мы, ну курсы были в Харциске, потом их разогнали, милиция, переехали в Брянский лес, и там конспирации закончили. Вот Владимир Андреевич и сестра Надя, жена его, Охотины, они были ответственны за эти курсы. Евгений Никифорович в Харциске, он тоже был там, но его арестовали, дали пятнадцать суток, и так без него мы продолжили в Брянске. Слава Богу. Вот, ну регентом был в Луганске, два гимна разучил, недостойность всех твоих милостей, Боже мой, с хором. И второй, что вера без дела, это звук лишь пустой. И посадили потом. Ну, что еще? Все, наверное. В семьдесят девятом году был христианский детский лагерь, лесная церковь. В этом лагере, в конце лагеря, когда мы разъезжались, нас арестовали во Львове. В этом лагере и здесь находящихся была сестра Галя Вельчинская. Нас троих тогда судили. Папу Галю у меня по три года нам дали. Ну, Галя Шаповал-Вельчинская. Я сейчас живу в Сибири, в Новокузнецке. Вообще я с детьми начала заниматься с 15 лет, хотя членом церкви я стала с 16 лет. Но было время тогда, что у нас никто не занимался. Мы были дети, с нами никто не занимался. И брат мой, Андрей, у них тоже никто не занимался. И часто у нас дома было детское. Ну, а что дети? Им 9-8 лет, они сами детское проводят. Ну, и я им помогала, как-то объясняла. И вот так как-то начала с ними заниматься. И 5 лет я занималась с ними. Поэтому как-то я так уже с детства втянулась в детское. А сейчас я живу там в Новокузнецке. И вот 28 лет я в Новокузнецке также занималась с детьми. И также в лагерях, и в палатках с детьми ночевали, жили. А сейчас уже последний год, уже как бы молодежи отдала. Ну, у меня пятеро детей. Семеро внуков тоже. Дети все члены церкви. Муж у меня диакон, а я несу служение. В общем, я как старшая по кухне. Деканис. Ну, и вот, считай, 28 лет занималась с детьми церкви. Вот мы двое были и повара, и воспитатели, и сторожа. Вот мы с тетей Лидой Бондарь, мы по ночи, одна ночь одну дежурит. Вторая, вторую ночь дежурит. Ну, через ночь спали. Потому что дети, чтобы не боялись. Самый маленький, наверное, у нас в лагере был, вот Паша, да? Ему было, вот он был в нашем лагере, а? 9 лет. 9 лет. Он был самый маленький. Он тогда еще такой... И Ростика маленький был. Ну, вот я хочу ему передать. Друзья, я очень благодарен, что могу быть среди вас. Ну, и всякие обстоятельства были. Даже мне пришлось с работы уволиться. Надо записать. Приехать сюда. Но я все-таки денег заработал на дорогу. Ну, может быть, мы напишем от нашего собрания, чтобы восстановили. Нет, я на другую работу пойду. Или... Ну, вот так я попал и среди вас нахожусь. Меня зовут Павел Юдинцев. Вот. У меня семья, 14 детей. Живу в Якутии, в Ивенкийском селении. Вот. Ну, служение миссионерское у меня. Господь дал мне вот быть среди этого народа. Дети у меня старшие. 16 лет, а младший один год. В этом году моя дочка заявила на крещение старше. Еще могу сказать о лагере в 79-м году. В моем доме есть знак 79-й год. Я в 79-м году покаялся в лагере. И решил, что буду служить Господу всю жизнь мою. Вот. Это избрал. Хотя видел много трудностей, гонений и в жизни родителей, и народа Божьего. Но у меня как-то в сердце легло быть верным Богу во все дни жизни. Вот. А сегодня под моим домом лежат плиты. Дом мой на 10 плитах, на которых написано 1979-й год. Мне очень приятно, что Господь ознаменовал мое покаяние вот такими делами. Я позаботился о духовном своем становлении. Вот. А Господь позаботился о моем доме. Вот. Эти плиты многие годы лежали где-то под землей. Ну, только торчали из земли, заросли травой. А когда я надумал строить, увидел их, нанял бульдозер и вот так построил дом. Что мне самое такое запомнилось? Все было интересно. Я многие моменты помню из своей жизни. Занималась с нами вот Галя Вельчинская с моей группой. Я помню эти занятия. Я помню, как рубашку мне подарила. Видимо, у меня рваная была рубашка, рубашонка на мне. Вот. Она мне подарила новую без рукавов. Вот. Однажды мы организовали собрание детское. Ну, там такое неофициальное, между делом, видимо. Потому что организовала это пресс-фитер. У нас была Орлова Таня тогда. И она это заправляла всем этим парадом. Так умело. И Павел Тимофеевич заходит. Посидел, посмотрел. Что это у вас за собрание происходит здесь такое? Посидел, послушал. Товарищи говорят, примите меня в свой коллектив. Она говорит, не, так не пойдет. Надо покаяться. Обязательно покаяться вам надо. Как покаяться? Ну вот, просите у Бога прощения. Ну, я не умею. Знаете что? Достает пачку денег из кармана. Там целый пресс денег. Ну, я вам заплачу. Давайте вы меня примите, я вам заплачу. Она говорит, нет ни в коем случае. Мы за деньги никого не берем. И вот так он учил нас быть верными Богу. Не покупаться ни на какие денежки. Это у меня запомнилось. Ну, еще много случаев, примеров. Про ровный путь. Он рассказывал, что один покаялся и говорит, Господи, помоги мне идти за тобой, как паровоз, ровно по рельсам, как паровоз. Господи, дай мне солярка. Вот так он молился. Цыган, да? Цыган. Ну, и многие другие случаи. Но остальное может потом, если будет возможность рассказать. То есть ты в 9 лет покаялся? Да. Уже основательно или предварительно? И больше я вот это покаяние свое запомнил на всю жизнь. И больше. Ну, так. Я каюсь каждый день. Ну, понятно, Валентин. А в 9 лет было начало. Как-то американский вариант такой в России был. Я Валентина Румачик. Сейчас Ефимова. У меня вот муж мой здесь присутствует. И двое детей. А так у меня их шестеро. Четыре дочки и два сына. В лагере была в 79 году. Мне было 12 лет. Очень любила дядю Пашу. Очень любила дядя Павлика. Он меня тоже любил. Всегда обнимет. Спросит Валюша, как дела. Заменял нашего папу. Потому что папа был тогда в вузах. Он вот всегда так относился, как отец. Вот. О семье. Дочки мои поют в хоре молодежном. Одна замужем. Внучке 4 месяца. Все за Богом идут. Маленькая тоже поет в детском хоре. Тимофей вот уже вышел из хора. Потому что голос меняется. Его вывели. Вот. Я ответственная в церкви за цветники. Это мое служение. В хоре пели с мужем. Сейчас пока не поем. Где живу? В Дедовске. Прямо к Лустанции. Так что, если будете ехать, заезжайте. Вот. Не жалею ни о чем. О лагере, о этом. А потом уже я была в лагерях, когда Гриша Бублик. И вот тогда у нас тоже в нашем лагере арестовали Гришу Бублика. Так, хорошо, друзья. Я думаю, что мы еще не познакомились с нашими снабженцами. Те, которые покупали нам продукты, подносили, заботились о нас. Они что, с нами? Они с нами. Ну, пусть они, пусть они, да, скажут. Скажут, конечно. Мы так мало трудились. Что там мы делали? Ну, продукты подвезем. Я-то в основном, что, Коля трудился. Он за рулем, а я просто для компании с ним была. Говорят, вы были директором магазина. Чтобы ему не скучно было. Детей я любила. Когда у нас было последнее вот общение в Ростове-на-Дону, когда милиция окружала, многих приходилось к себе забирать, прятать, отправлять. За что меня и с работы уволили. Ну, это все очень хорошо, слава Богу. А теперь Коля. А вы, вопрос, у нас у всех есть вопрос у детей. Где вы брали столько сгущенки? Ну, это, знаете, мне этот вопрос задавали руководители власти. Где вы столько брали, где вы брали? Бог посылал. Разве бедные мы были, когда о нас заботился Бог? Если уж власти не сказали, нам тем более не скажут. Да. Все посылал только Господь. Но мы просто помним, тарелки со сгущенкой для детей. И там ложками можно было есть. Мне очень нравилось в лагере, когда призывал Павлик Хорю к покаянию, когда я в собрании там была. Он такую проповедь говорил, так призывал к покаянию, чтобы покаялись. Прям хотелось еще раза два покаяться. А я спрашиваю Павлу Тимофеевичу, я говорю, а он покаянный? Он говорит, да нет еще. Меня зовут Николай Варакса. Я хочу сказать, каким образом я, ну можно сказать, доверили мне такое служение, обслуживать этот лагерь. Я тогда был на нелегальном положении, ездил на машине. То есть мы литературу развозили, трудились. Ну, постоянно ночами. И у меня начались страшные головные боли. То есть постоянно головные боли. И приехал Михаил Иванович, ну и знал это переживание мои. И он, значит, так решили, говорит, давай мы тебя освободим от лагеря. И мы тогда, я помню, Вера Георгиевна была, это Михаил Иванович. И мы первый раз поехали в этот лагерь вместе. Приехали туда. И мы, я начал его обслуживать. Вот этот 77-й год, мы обслуживали туда продукты, завозили. И вы знаете, действительно, Бог явил чудо. Вот, потом меня брат Петя спрашивает, говорит, как у тебя голова? А я так, говорю, слушай, у меня голова не болит. А я забыл, когда она перестала болеть. Ну, там такая атмосфера, действительно, что приехал туда. Вот там и воздух такой. И вот, ну, такая вот, ну, духовная атмосфера, вот присутствие Господне было. И это, ну, незабываемое, я думаю, особенно у детей, а у нас, которые, ну, ответственность была. Вот, ну, такое присутствие Господне, что это, ну, на всю жизнь осталось. И я скажу, что, вот, ну, приходится часто бывать так вот в лагерях, где с детьми общаешься, где рассказываешь. Я всегда рассказываю об этом лагере, потому что там Бог, ну, столько чудес явил, столько, ну, вот, присутствия Господне, милости, водительства. Ну, это в завтрашний день, может быть, если Господь позволит, я расскажу. Друзья, у нас недавно прошли праздники, я всех хочу вас приветствовать словами «Христос Воскресе!» «Христос Воскресе!» Вы знаете, этот праздник действительно славный праздник, благословенный праздник. 20 апреля он проходил и у нас там, и здесь, проходил по всему миру, проходил этот праздник. В нашей церкви на следующий день, в понедельник, было собрание, в котором участвовал детский хор. У нас очень большой детский хор, более 100 детей участвовало. Потом подростковый хор, около 50 человек участвовало в этом. И мне пришлось поделиться словом. Я задал детям вопрос. Дети, как вы думаете, кто камень отвалил от гроба? Ну, понятно, ответ ясный. Ангелы все сказали. Ангелы отвалили. Правильно говорю, дети. А как вы думаете, ангелы сильные? Да, сильные ангелы. А как вы думаете, вот наш молитвенный дом, могут ангелы поднять на небо? Да, конечно, могут поднять на небо. Я говорю, представьте себе, вот мы проводим здесь собрание, поем, проповедуем, рассказываем. И вдруг не заметили, как ангелы подняли молитвенный дом на небо. И мы вдруг дверь открываем и смотрим, а там ангелы, сам Иисус Христос встречает нас. Вы знаете, я обратил внимание на лица детей. Они же, вау, какая красота! Вы знаете, я понял, что дети хотят на небо. Мне так было приятно это ощущать, что дети хотят в небеса. Они так себе представили, когда откроют двери, а там ангелы будут встречать. Но мы прочитали из Евангелия от Матфея, 28 главе, здесь сказано так. «Вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошелший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была бела, как снег». Ну и так далее. Здесь ангел обращается к женщинам, говорит, кого вы ищете. Я хочу, друзья, обратить вот на что внимание, что ангелы, они сопровождали Иисуса Христа всю его жизнь земной. Вы помните, как ангел возвестил Марии, да? Благовещение о том, что родится в ней Сын Божий. А помните, как ангелы воспевали там, на Вифлеемских полях? Вы знаете, я так называю это рождественским, первым рождественским собранием. Оно было очень коротким. Это рождественское собрание, оно было с одной проповедью. Ангел проповедовал. И он проповедовал очень коротко. Он просто возвестил, что родился Христос, и указал им адрес, куда нужно пойти посмотреть младенца. А слушателей, совсем мало их было, пастухов. И большой-большой хор ангельский воспевали рождение Сына Божьего. То есть ангельский мир, братья и сестры, он следил и сегодня следит за Церковью Иисуса Христа. Вот мы сейчас здесь собрались, а если бы Господь нам открыл глаза, мы бы увидели множество ангелов, которые охраняют нас, которые ополчаются вокруг нас. Иисуса Христа сопровождали ангелы. Помните, когда Он там находился в искушении 40 дней, как сказано в конце, «И приступили ангелы и служили Ему». Ангел укреплял Иисуса Христа в Гевсиманском саду, когда Он очень тяжко скорбел и страдал. Сказано, и приступил ангел и укреплял Его. То есть ангелы, они наблюдали за Иисусом Христом, за всей ее жизнью. Я себе представляю, что ангелы наблюдали, когда Христа повели на распятие, когда Его распяли. И вот стоят ангелы и наблюдают весь невидимый мир за всей этой историей. И представляют, два ангела Бог призывает, говорит, «Сейчас вы пойдете на землю». Они стоят, как готовые спуститься на землю. И по команде пошли туда. И сказано, что вид Его был, как молния, одежда Его бела, как снег. А когда они соприкоснулись с землей, я так считаю, вот как сказано здесь, «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес». То есть землетрясение произошло в момент прикосновения ангелов на землю. Вот такая сила была Божией явлена. А в момент восхищения Христа, когда Он возносился на небо, ушел, а ученики смотрят, и вдруг облако открывается, и два ангела спускаются. Говорят, «А что вы смотрите?» Он придет на землю таким образом, как вы видели в восходящем. Братья и сестры, друзья, дорогие, что ангелы не оставляли и апостольскую церковь. Вы помните, когда, как я так говорю, что весь апостольский совет был арестован. Все апостолы были арестованы, весь совет церквей был арестован в то время. И уже первосвященники потеряли руки свои, ну все, завтра мы им сделаем. Завтра мы им сделаем. Приходят туда, а их там нет. Смотрит человек идет. А, говорит, они проповедуют там, в храме. Ангел Господень освобождает и говорит, «Идите, и проповедуйте в храме». Филипп проповедовал, Евнуху проповедовал, преподал ему крещение. Ангел Господень раз взял его и перенес в другое место. Петр находится в темнице, Якова убили, Ирод. Петр находится в темнице и как-то однажды проповедовал на эту тему Григорий Васильевич Костюченко. Ну, говорит, лег спать, ему же надо отдохнуть, завтра же голову ему отрубят. Перед смертью надо же отдохнуть ему. Лежит, отдыхает. Ангел толкает его, говорит, вставай, не время тебе. Освобождает его. Ангелы, ангелы сопровождали церковь Христову. И не только мы смотрим в Писание, дальше мы смотрим, что ангелы, апостол Павел находится в очень таком тяжелом состоянии, ну, положение такое, море бушует, волны, все-все повыбрасывали, ничего не осталось на корабле. Все в такой тревоге, переживании, корабль вот-вот развалится. А он утром встает, спокойный такой, говорит. Ангел Бога моего, которому я служил сегодня ночью, явился мне и сказал, не бойтесь, все будем спасены, поэтому укрепимся и примем пищу. То есть ангелы сопровождали. А когда Иоанн находился на острове Патмос, кто ему показал откровение? Ангел Господень. Сказано, что откровение Иисуса Христа, которое ему дал Бог, Бог дал откровение Иисусу Христу, а Иисус Христус уже послал ангела своего. И ангел его ему показывал. А помнишь, что написано, что кто трубил семь труб, у кого были чаши, у ангелов, все это ангелы. И хочу сказать, что на протяжении всей истории церкви ангелы сопровождают церковь, и сегодня они наблюдают и за нами с вами. Потому что написано, «Ангел Господень ополчается вокруг кого? Боящихся Господа и избавляет их». Вот в тех или иных обстоятельствах «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его». Вот знаете, тут очень такая, можно сказать, грань находиться на Божьей территории или уйти с этой территории. Вот. Или будет ангел Господень ополчаться, когда я нахожусь на Божьей территории. Или я уйду с Божьей территории, пойду в область мира, в область греха этого. Там ангелы не охраняют. Поэтому очень важно, дорогие друзья, чтобы нам с вами сохранить верность нашему Богу, чтобы ангелы нас сопровождали, встретили там небеса. И себе можно только представить, так смутно можно представить, какое торжество готовится на небе, когда церковь будет взята. И с каждым праведником, который уходит с этой земли, ангелы встречают. Вы знаете, написано о том, что ангелы радуются более об одном грешнике кающемся. Почему они радуются? Я себе представляю такую картину. Вот заходит грешник, да? Мы видим, что он грешник. И ангелы видят, что он грешник. Он слушает Слово Божие. Господь касается его сердца. Мы видим, что он приходит, кается. Ангелы немножко по-другому видят. Да, мы видим, но процесс возрождения мы уже впоследствии можем видеть, возродился человек или нет. Да, он покаялся. Он попросил у Бога прощения. Но вот сам процесс возрождения, ангелы, почему они радуются? Они удивляются вот этому процессу. Зашел человек-грешник, а вышел детем Божьим, царственным священством. Он вышел с молитвенным домом, принадлежащим к царскому роду. И они видят, как этот человек в покаянии своем, как Бог творит это новое творение, жизнь новую дают, возрождение. И они удивляются творению Божьему и радуются этому. Вот почему и сказано, что ангелы более радуются об одном грешнике, кающемся. Поэтому, дорогие друзья, будем Бога благодарить, что над нами ангелы. И они нас сопровождают. И только тогда, когда мы придем в вечность, Бог нам откроет и покажет, непременно покажет, как Он вел каждого из нас, как ангел Господень ополчался вокруг каждого из нас и избавлял от многих скорбей. И мы сами будем удивляться, и Бога будем благодарить. И говорить, Господи, благодарим Тебя, какой Ты дивен и какой Ты чудный. И сегодня мы уже немножко вспоминали о тех моментах, я думаю, завтра будем вспоминать, как ангелы Господи ополчались вокруг нас. Слава Ему за все. Богу нашему. Аминь. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok